хочу с вами поговорить интересный момент а можно ли в украине уничтожить коррупцию вот насчет этому рассказать очень интересный случай ну реально случай который проснул мусловной а теперь какая ситуация так получилось что на выходные я абсолютно случайно попал в очень такой такой крутой ресторан ну как попало там скажем так один человек захотел пообщаться другой там любит очень дорогие рестораны пришлось прийти а что стоит сюда пришел я скажем так в киеве если вы знаете есть такие парочку даже не парочка очень намроченные шиканья печер все как положено ресторан шиком с блеском ну нарек жалост хотя я бы не сказал бы штаму что-то такое сверху сумасшедшие цели в пинтере сейчас но это все мелочи захожу в этот ресторан и пока его я вижу ну так получилось что я знаю одного замминистра то есть я его знал еще пока он не был замминистра сейчас знаю ну так получилось почему и он ну вижу он сидит нормальная линия я конечно как воспитанный человек сделал вид что я не узнал как стороночку так дальше присел ну тем более какая у меня разница здесь другая ситуация и я понимаю действительно выходной я понимаю что ну любой человек может сходить в ресторан отдохнуть почему нет тима почему замминистра не может сходить что тут такого другая ситуация с кем он беседовал я этого человека не знал вы знаете когда это человека смотришь понятно что это не представитель собеса и не представитель скажем так украинского народа это тоже называется представитель украинской денег по костюму по часам даже по тому как его там охранники сопровождали есть такая наша безусловная глупость что зверей сразу его в коридор берут охранником боится все было понятно беседует он с очень уважаемым человеком я конечно понимаю что с точки зрения мало чего случайно знакомых случаясь пришли попить я все понимаю но я скажу так если бы я был жил в европе но и европейцы я должен был бы мгновенно настучать на этого замминистра но я думаю через пару недель его выбрали с треском большущим скандалом есть железное право если ты идешь в министры соответственно ты ведешь себя как министр и потом пожалуйста если ты шел с министром потому что из всего олигархами целоваться но пока ты мой министр ты занимаешься государственным делом а если начинаешь в выходных делать терки и с некоторыми людьми которых часы стоят мягко говоря я бы сказал тысячу раз больше чем твоя зарплата то во-первых хватит рассказывать глупости про свою зарплату потому что когда тот рассказывал еще как он на зарплату живет знаешь это было просто смешно хватит рассказывать глупости что ты живешь там на одну зарплату чуть не нищенствуешь ты ребенком памперс нет может хватит про глупости говорить если ты беседуешь с такими людьми или ты вот это разговоры типа что вы про экономику поговорим порассказывайте классики порассказывайте вот это и есть наша элита вот это и есть при вас коррупция то есть при вас коррупции вас не поменялось никогда как были терки так как решали вопрос так и решали сколько на этом зарабатываем бог вам свидетельно может хватит рассказывать глупости что мы боремся с коррупцией скажите честно мы зарабатываем бабло тогда будем все понимать зарабатывайте бог вам помощь мы что ваши деньги не читаем ну не ломайте эту комедию и не нойте что вы на зарплату пытаетесь жить